Я думаю, вы все знаете, что такое Майнкрафт и почему это феномен. Объяснять вам это не нужно. Но мало кто знает, что была такая версия Майнкрафта, как Майнкрафт Gear VR Edition. Сейчас это уже история, но эта версия позволяла запускать Майнкрафт на своем смартфоне в VR-шлеме, причем в 3D. Можно было играть в виртуальной реальности с друзьями на своих картах или серверах. Ну давайте по порядку. Gear VR это гарнитура виртуальной реальности, разработанная Samsung в сотрудничестве с Oculus в 2015 году. Тогда, напомню, вышел Galaxy S6. Тихо, вы понимаете, насколько давно это было. Но особой популярностью этот шлем не пользовался по очевидным причинам. VR только зарождался, недавно вышел Google Cardboard. И насколько уж он был ужасен. Experience был плох и однообразен. Я думаю, все увидели видео Rollercoaster VR и подобное. Картонная шляпа на голове с приклеенным смартфоном, на которой можно было смотреть только видео. Ведь доступа к экрану не было. Как вы на экран-то нажмете? Только доставишь шлема? Это не то, что хотел массовый пользователь. Поэтому устройство не продалось. Никто не понимал, зачем ему покупать устройство, предназначение которого сомнительно. Да и по опыту в Google Cardboard люди не хотели тратить 99 долларов за условно подобное устройство, не говоря о том, что нужен поддерживающийся смартфон Samsung. Да и этот шлем задумывался для того же просмотра контента. Поэтому контроллера, во-первых, и вези не было. Oculus изначально была отдельной компанией, как раз и разрабатывающая VR-шлемы. Сначала только для подключения к компьютеру, а потом и со своим железом, позволяющим запускать игры прямо на шлеме и с контроллерами. В 2014 году ее купила Facebook, а в 2021 году она похименовалась в Meta, которая в следующем году была признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Вернитура со временем обновлялась под новые и более большие софименные смартфоны Samsung, а по его изменилось до неузнаваемости. Было выпущено 7 EVZ-шлема, у меня самая последняя, SMR-325 2017 года, с Type-C разъемом, контроллером и поддержкой Galaxy S8. Но он совместимый с Galaxy S10+, который я использую сейчас. Да и угол обзора неплохой, 101 градус. Вес около 500 граммов вместе со смартфоном это достаточно хорошее показатель. Minecraft Gear VR Edition вышел в 2016 году. Вроде как его еще можно было купить в 2018, но потом его убрали из магазина. А сейчас еще и магазин был отключен, но добрые люди сохранили несколько версий Minecraft'а на интернет-архайв Wayback Machine. Пока что еще можно скачать и установить. Но после установки запустить его невозможно. Я в ново-лаунчахе создал ярлык на процесс minecraftpe.activity и запустил. А потом до меня дошло, что это обычный Minecraft'а 1.6, который просто модифицирован под VR. Соответственно можно ставить свои моды и карты. Но не все так просто. Карты от обычной версии тут не подходят. Я догадался, что они просто распакованы и нашел в интернете. Добрый человек сделал онлайн распаковщик для карт Minecraft. Называется Изи-Зип. Казалось бы все просто, но эта версия Minecraft'а, хоть и последняя, но стабильностью похвастаться не может. Улиты бывают даже в главном меню. Да, обычный Minecraft PE есть в Play Market. Его можно купить и скачать, только если вы находитесь не в России, и играть онлайн. А раньше можно было то же самое на своих картах с модами или серверах в виртуальной реальности с друзьями. Если бы, конечно, Microsoft не отключил сервера для входа в Microsoft' аккаунт на GRW, потому что он является устахевшим. Удивительно, что в это можно было играть еще 5 лет назад. Что можно сказать по самой игре? Это модифицированный обычный мобильный Minecraft, который адаптирован под VR. Версии 1.16. Тут есть опция Education Edition, которая добавляет химию и особые блоки в игру. В нее можно играть только с геймпадом, ясное дело Bluetooth. Применена интересная идея о том, что есть условный хаб, в котором ты сидишь в комнате и играешь в Minecraft на телевизор. Это забавно. Есть настройки, которые связаны конкретно с VR, но они чисто вкусовые. Можно обхиключаться в михе Minecraft'а по-новому, игра становится реально сложной. Ощущение погружения реально есть. А когда включаешь режим хиде, то все и правда становится объемным. Блоки имеют реальный размер метр на метр, и ты понимаешь масштаб бесконечного мира. Изюминки добавляют то, что в игру можно добавить ресурс паки, в том числе шейдеры. С ними игра выглядит куда лучше, но и частота кадров значительно падает, что очевидно. Однако софт окул сделан так, чтобы движения головой плавно хегистрировались, даже если приложение подвисает или зависает. Но есть баг, из-за которого при использовании контроллера GRVR, с которым и идет шлем. Правый стик геймпада перестает работать. Нужен перезапуск игры. Поэтому если нужно куда-то нажать, то лучше использовать тач-панель шлема. Ну и дальность прорисовки оставлять желать лучшего, хотя мой с 10 плюс на Snapdragon 855 и так прогревается до 60 градусов, работая на полную мощность, выдавая около 30 фпс, там нет счетчика кадров, и около 10 фпс с записью экрана Oculus. Ощущения по картинке похидать не получится. Но это и правда объемно и круто, особенно когда понимаешь, что это запускается на телефоне, а не на мощном компьютере с крутой видеокартой. Я думаю многие видели видео, как Minecraft с модами нагибает RTX 4090 и Intel Core i9 с 32 гигабайтами оперативки. Я думаю последняя версия Gear VR все равно не смогла взлететь, хоть и качество изображения, и всего уже куда выше, потому что был слишком высокий порог хода. Разобраться какую хивизию купить, иметь подходящий телефон, разобраться как все установить. Это для нас гиков кажется просто очевидно, но вы удивитесь насколько сложно это дается обычным людям. Это же банальное управление и использование VR. Учитывая, что даже сейчас VR остается достаточно нишевым, хоть и Oculus делает хорошие подвижки в этом. А Apple добавляет во все это свое имя и мистификацию, так сказать, опыта VR, или как они это называют, спешл компьютинга. Но мобильный VR ушел в прошлое. Я считаю, что эта технология опередила свое время. Если бы этот шлем вышел сейчас, а не почти 10 лет назад, то все могло быть по-другому. Смартфоны сейчас в десятки раз мощнее, чем раньше, и имеют крутые сочные экраны с большой частотой обновления. Добавить второй контроллер и получить крутой недорогой шлем для игр и просмотра видео. А так как у смартфонов теперь еще и неплохие камеры, то можно было бы сделать сквозной просмотр, как на последних Oculus Quest 3 и Apple Vision Pro. И получить 80% экспириенса за 10% стоимости. Игры и оболочка, считай, готовы. Немного доделать, и получилось бы отличное устройство. Но в то время Samsung продвигал свой слабый аналог процессоров Snapdragon. Это Exynos, который слабее и гахичее своего конкурента. А учитывая какие мощностные затраты в Виахе, это могло быть критично. Хочу сказать огромное спасибо людям с читы ГИПДА, которые сохранили приложения для ГРВА. Их все еще можно скачать с Google Диска. Но все это может закончиться в любой момент. Также огромное спасибо за ГРВР кодекс и интернет архайв. А также разработчикам EZZ по Oculus. Кстати, на ГРВР можно еще и запускать и HiftCat VH. Программу для трансляции VR-игр с ПК на телефон. Она позволяет использовать нативный контроллер SteamVR, а также подключить дополнительные контроллеры, смартфоны приложением VH. А так, магазин приложений уже отключен. Купить или обновить приложение вы уже не сможете. Да и установить все это целая проблема. Например, просто зайти вы уже не сможете. Вероятно, скоро целая платформа ГРВР будет утехена во времени, если уже не. Вот задумайтесь. Ведь если бы не те люди, которые решили сохранить Minecraft VR в интернет-архиве, то он был бы уже утехен. В 2010-х годах онлайн-сервисы включили нас к тому, что всегда все будет доступно. Но истокия показала, что как обычно нас развели и старые сервисы отключаются, как только они перестают приносить большой доход. За пхемерами далеко ходить не надо. Смотрите, как Юбисофт убивает свои игры. Самый свежий пхемер TheCube. Один из масштабнейших гоночных тайтлов превратит свое существование от хит с 1 марта 2024 года. Юбисофт отключит серверы раз и навсегда, отсутствие оффлайн-режима означает, что после этой даты гонку нельзя будет даже запустить. Обжаловать это хишение бесполезно, издательство уже тихонько убрало свою детищу из магазинов. Легально его больше не пхеобхисти. Зайдите в нее и поиграйте пока можете. Игра хорошая. А нам остается надеяться только на энтузиастов, которые пхе соберут игру под работу в оффлайне. Или как это было в свое время с отцом TheCube, тест-драйв Unlimited 2. Это запуск фанатского онлайн-сервиса. Но опять же, надолго ли? Я разработчик Google Play и мой аккаунт скоро удален, из-за того, что я долго не выпускал приложения или обновления для них. И это навело меня на мысль, а ведь сколько разработчиков или погибли, или перестали заниматься приложениями, или потихали доступ к аккаунту, сколько приложений был уделен, в том числе на устахевших версиях Android, на которых Google Play отключен. В общем, сохраняйте то, что вы любите и сделайте это доступным для всех. Не дайте вашей любимой игре или приложению стать властами идей. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...